Сложнейшая операция потребовалась молодому жителю Боровичей после черепно-мозговой травмы. Медики в местной ЦРБ сделали томографию и поняли, что спасти пациента может только нейрохирург. Информация и снимки были переданы в Центр медицины катастроф. Без промедления из Великого Новгорода вылетел борт МЧС с врачебной бригадой. Операцию делали на месте. Единая служба медицины катастроф существует на территории Новгородской области уже 15 лет. Ежегодно ее специалистам удается отреагировать более чем на полторы тысячи случаев. Происходит это тогда, когда пациентам требуется не просто лечение, а экстренное вмешательство узкоспециализированных медиков. Так случилось и в минувшее воскресенье. Выходные для 19-летнего жителя Боровичей закончились черепно-мозговой травмой. Дистанционно была передана информация о состоянии здоровья этого пациента, включая компьютерную томографию. Сотрудниками Центра медицины катастроф было принято решение направить специалиста, конкретно нейрохирурга, для выполнения оперативного лечения. Таким образом, с момента получения первого вызова в Центр медицины катастрофы и до начала операции прошло около двух часов. Такая оперативность позволила сохранить молодому человеку жизнь. Сейчас он находится в реанимационном отделении Боровической ЦРБ, а врачи Новгородской клинической больницы продолжают дистанционно наблюдать за его состоянием. Поэтому, как отмечают в региональном министерстве здравоохранения, наличие таких центров помогает держать ситуацию под контролем. Ведь узкоспециализированные медики, такие как нейрохирурги, таракальные и сердечно-сосудистые хирурги, сегодня есть не в каждом районе области. У нас организована маршрутизация пациентов по данным профилям. Но так как у нас область в принципе не очень большая по численности, поэтому создавать такие отделения в небольших районных больницах нецелесообразно. Оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации помогают и сотрудники МЧС. Благодаря контракту ведомства с Новгородской клинической больницей транспортировка врачей или самих пациентов осуществляется в срочном порядке. Зачастую, конечно, это спасает жизни. Только с начала сентября вертолет МЧС поднимался в воздух трижды, чтобы доктора смогли быстро прийти на помощь.